За рулем автомобиля Алексей еще с малых лет вспоминает, вместе с правилами дорожного движения усваивал и правила безопасности для своего автомобиля. Теперь они выработались до автоматизма и вошли в привычку. Говорит, бдительность и осторожность еще никому не мешали. Если не забрал документы с собой, техпаспорт и ключ, страховка не распространяется на такие случаи, машину тебе не вернут, деньги не вернут в таком случае. И поэтому документы, как и мобильный телефон и ключ от машины всегда со мной в любой ситуации. Чтобы обезопасить свое авто от угона, многие устанавливают сигнализацию. Однако выбрать противоугонную установку не так уж просто. Вариантов много. Все они условно подразделяются на односторонние, сигнал о покушении идет только от машины и двусторонние. Сам автомобиль просит о помощи и специальный брелок сообщает водителю, какая часть его автомобиля повреждена. Ценовая амплитуда сигнализации внушительная – от 400 гривен и до 4000. Чем современнее установка, тем она дороже. Более продвинутые сигнализации – это идут сигнализации с GSM-модулям, снятие постановки на охрану сработки. Они все будут показываться на дисплее телефона, то есть все будут приходить смс-сообщения. Однако среди угонщиков много умельцев, для которых взломать компьютерную установку – пара пустяков. Поэтому эксперты советуют сигнализацию комбинировать с механическими блокираторами коробки передач. Также лучше покупать менее разрекламированную противоугонную систему. Чем более популярна установка, тем меньше в ней оригинальных решений, а значит ее проще взломать. А чтобы не провоцировать злоумышленников, работники ГАИ советуют не оставлять машины на улице. А самый простой вариант – охраняемые автостоянки, гаражи, ну и так далее. Ну то есть не терять бдительность водителя – мои пожелания. Но если гаражом еще не обзавелись, а платной стоянки поблизости с домом нет, и автомобиль ночует на улице, работники ГАИ советуют водителям чаще обозначать свое присутствие и давать понять мошенникам, что хозяин следит за своим авто. А чтобы вашу машину никто не захотел украсть, эксперты советуют пореже наводить глянец. Тем более не стоит мыть машину на ночь глядя. Говорят, пусть лучше ночует чумазая, но в безопасности. Ольга Шилкина, Владимир Ребриков, Панорама.